Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за мадридский реал FIFA 22. Огромное спасибо вам за поддержку к прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте в том же духе. Ну а я буду продолжать радовать вас новыми выпусками. Сегодня у нас стартует серия матчем против реал Сейдата, это 1-8 кубка Испании. Мы с трудом, но пробились в 1-16 прошлой серии, как раз таки в эту стадию. Так что давайте ребята начинать, мы видим также Индиди перешел в Тоттенхэм, Верати в Лестер и Рафинья в Севилью. Как раз таки с ней мы встречались в прошлой серии и Рафинья там весьма неплохо себя показывал. Вы усадьтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки и давайте отправляться на нашу первую игру. Это 1-8 финала кубка Испании. Напомню, что в прошлом сезоне, ребята, мы из этого кубка вылетели на самой финальной стадии, поэтому сейчас нужно постараться в этом сезоне добиться победы. Сейчас мы посмотрим на стартовые составы и единственное, наверное, хочу поменять Казимира. Выпустим вместо него, давайте тогда Камовингу, поднимем его чуть повыше. И, собственно, Гинтер у нас играет, а Лава пока отдыхает. Ну и ладно, пойдем таким составом, а там посмотрим. Мы приехали в гости к Реал Сосейдаду. Они при поддержке своих трибун, я думаю, будут сейчас весьма мотивированы. Тем более в кубках команды играют более яростно, более открыто и стараются играть на победу. Ну и кто-то в комментариях подметил, что если бы в прошлом матче против Севилии в 1-16 кубка Испании я поставил Лунина, то вряд ли он бы смог потащить столько моментов, сколько потащил Тибо Куртуа. Именно он помог нашей команде давить с победой своими сейвами. Как раз-таки его сейчас показывают на ваших экранах. Он задумчив, но при этом настроен, я думаю, на все 100%. Паку Алькасар пока находится на скамеечке запасных. Ну, составы, ребята, мы с вами уже видели. Так что давайте начинать с центра поля. Мяч разводит Эрлинг Холланд. Пока что Реал Сосейдад довольно плотно держит нас на нашей половине поля. Не дают простора для передач. Вот сейчас неплохо на Камовингу. Эрлинг Холланд уже забегает. Пытался продавить соперника. Снова Камовинга, Холланд, Мбаппе. И передачу прервали. Ну, а вот и атака хозяев сейчас по левому флангу. Здесь пришли помочь наши полузащитники. Реал Сосейдад аккуратно сейчас подходит к нашей штрафной. Гентар дал пробить ближний. Куртуа пропускает. 16-ая минута. 1-0. Реал Сосейдад выходит вперед. И, ребята, нам снова нужно отыгрываться. Ну, вот порой в таких моментах тревожно как-то действовать более агрессивно. И здесь я мог попытаться выбить мяч ногой, нажав на удар. Но, я думаю, тогда бы мог быть 11-метровый. Сантимина забивает гол. 16-ая минута. Реал Сосейдад выходит вперед. И вот так вот эти парни сдержали нашу атаку, а после провели весьма неплохую свою, которая закончилась в итоге взятием ворот. Камовинга, Холланд. Нужно бы открыться. Забегает Вальверде. Хороший момент. И Вальверде переправлял мяч ворота. Но Галкипер и Реал Сосейдад на месте. И у нас 20 минут позади. Пока, ребята, по-прежнему счет. 1-0. А вот хороший выстрел. Кольпокба. Это Минзи на Холланда простреливал. Подача в штрафную. Подталкивают здесь. Минзи, он не дотягивается до мяча. И только Тибо Куртуа спасает. Ну, а теперь нужно уже Холланду. Хотел я сказать, нужно убегать Холланду. Но здесь его очень жестко срезали. Желтая карточка. Еще один удар поворотом. И снова Тибо Куртуа, ребята. Даем. Даем пробить. Куртуа уже там во всей красе. Готов, мне кажется, золотую перчатку получить в этом сезоне. Ну, а здесь никого. Кому бы отдать передачу? Реал Сосейдад хладнокровно пока проводит свои атаки. Еще одна передача. И снова Куртуа. Здесь добивание в пустые. 2-0. Концовки первого тайма. Нам нужно что-то менять. Игра не идет. И здесь Куртуа сделал все, что смог. Но на добивании Реал Сосейдад хороши. Я пока не решился делать замены. Но думаю, если Холлан сейчас в ближайшие минут 10-15 ничего не сделает, мы будем перестраиваться. 2-0. Это по такой игре весьма неплохо. Все для Реал Сосейдада. И я думаю, нам будет очень сложно в эти 45 минут второго тайма что-то продемонстрировать для того, чтобы сравнять хотя бы счет. Бьет Холланд слева. И Холланд забивает, ребята. Ну, хотя бы здесь Эрлинг Холланд не подвел команду. Я говорил, что нужно было что-то делать в ближайшие 10-15 минут. И Эрлинг Холланд это сделал. Он забил гол. Хакими. Мбаппе, снова Холланд. Давай, Мбаппе. Теперь нужно тебе уже бежать вперед. Нет никакого офсайда. Мбаппе залетает в штрафную. Мбаппе нужно бить в дальний. Добить. Венисиус 2-2. Ребята, мы возвращаемся в эту игру. Отлично. Отлично, ребята. И кто-то говорит постоянно, что все просто. Нужно быть просто хладнокровными. Стараться использовать свои моменты. Да, не получилось у Мбаппе переправить мяч сразу в дальний. Но повезло, что Венисиус оказался на дальней штанге. Ну и теперь мы должны быть мотивированы на победу. А вот Реал Сейдад, возможно, схватил небольшую дизмораль. Здорово. Минди. Хороший перехват. Венисиус. И Холланд проталкивает мяч. Венисиус залетает в штрафную. Венисиус выкатывал здесь на Вальверде. Но мяч немножечко до него не дошел. И снова хороший пас на Мбаппе. И нужно бежать. Мбаппе. Раскачивает оборону соперника. Мбаппе бьет по воротам. И попадает, к сожалению для нас, в защитника. Замена в составе Реал Сейдад. Мы пока играем, ребята, без замен. И мы продолжаем. Эрлинг Холланд. А вот это опасно. Опасная атака Реал Сейдад. И снова Тибо Куртуа, ребята. Венисиус поле покидает. Это последние минуты. Основного времени пошла подача. И снова Куртуа хорош. Я выставляю Мбаппе на острие атаки. Налево выходит у нас Эден Азар. Также в центр обороны выходит Алаба вместо Гинтера. И Асенсио уходит на правый фланг. Опасный розыгрыш. Удар по воротам Куртуа. Ребята, сердечко замирает в такие моменты. Потому что мы помним, как мы пропустили первый гол. Еще одна подача в штрафную. Удар по воротам. И Реал Сейдад забивает. 101-я минута. Все-таки у них получилось. Но нам сейчас нельзя. Нельзя сдаваться. У них просто что ни атака, то... Очень опасно. И здесь Тибо Куртуа спасти уже не сумел. И пока мне не очень нравится, как играет наша команда после перестройки. Это Польпокба. Мбаппе забить. Мбаппе не добрался до мяча. Передача на Асенсио. Бьет Асенсио и сравнивает счет, ребята. Вот это жара, а не матч. Но это только первый дополнительный тайм. Это только лишь первый дополнительный тайм. Но и здесь Асенсио просто каким-то чудом умудрился проткнуть мяч в дальний. До пенальти, конечно, доводить бы не хотелось. Потому что пенальти лично для меня это лотерея. Опасно, опасно. Удар поворотом. Угловой. Хорошо. И есть свободная зона у Асенсио. Надо бежать. Мбаппе немножко там сбили. С игрового тонуса. Ну же. Мбаппе забить. Мбаппе забивает, ребята. 4-3. И за 4 минуты до конца Асенсио переворачивает ход этой встречи вместе с Мбаппе. И это 4-3. Ну вот что значит хорошие контратаки. Ну и здесь Мбаппе исполнил. Хоть и было тяжело, но Мбаппе попал. Теперь нужно просто додержать этот счет. Уступая 2-0. Мы смогли сравняться. Мы пропустили третий. И снова сравнялись. Ну а теперь мы уже повели. Эден Азар несется в атаку. Азар. Подача. Камовинга. Вынимай пятый. И это Камовинга. Вот так вот, друзья. Это жирная точка. И проход в четверть финал Кубка Испании. Ну и помогла перестройка. Мы убрали Холланда. Добавили скорости по краям. И здесь уже Камовинга вылетает с центра. И посылает мяч в ворота. Это 3-5. Это просто невероятная 1-8. У нас какие-то просто огненные матчи Кубка. Что 1-16 была просто перестрелкой. Что сейчас? Команды на двоих забили 8 мячей. Но в итоге мы смогли, ребята, выиграть. Хоть это было и весьма непросто. Ну и посмотрите на статистику ударов, ребята. Кто говорит, что все легко? По 9 ударов было у команд. У нас было больше отборов. У Реал Сейдад было больше передач. Но по ожидаемым голам мы, в принципе, все и реализовали. А сейчас, друзья, нас ждет четверть финал Кубка Испании против Асасуне. Давайте смотреть на стартовые составы. Вот так вот они выглядят. Довольно широкая схема у Асасуне. Но у них есть несколько уставших футболистов. Так что, ребята, давайте начинать. Матчи в Кубке Испании получаются в разы жарче, чем в чемпионате. И я говорил про это не один раз. Здесь команды играют на победу. Потому как всего лишь один матч может вывести тебя уже в следующую стадию. По-моему, здесь только в два матча играется полуфинал. Но до него еще нужно, ребята, дойти. Мы видим, что Барселона, Атлетико Мадрид также продолжает свой путь к финалу. И, возможно, с кем-то из них мы еще с вами встретимся. Если, конечно, получится пройти. И Асасуну снова показывают нам Тибо Куртуа. Он спокоен, но сосредоточен при этом. Он очень здорово действует в последних двух матчах Кубка. В одной восьмой, в одной шестнадцатой. И действительно, его очень огромная заслуга. Как говорится, вратарь это уже полкоманды. И там, где нужно было спасать. Куртуа спас. Да, к сожалению, где-то и пропускает. Но не может, не может галкипер спасать все время. И Гинтер пошел в атаку. И он делает передачу на Эрлинга Холланда. Тот получилось у него пробить. А теперь пас на Вальверде и 1-0. Вот так вот, ребята, Вальверде и Эрлинг Холланд. Забивают на двоих гол уже на девятой минуте. Ну и стоит отметить подключение Гинтера. Он тоже неплохо увидел. Холланда первый удар. У Холланда не получился, зато получилась хорошая передача на партнера. 1-0 и уже вперед вышли мы. Камовинга. Пошла подача. Пытался там сделать скидку. Венисиус. Но до партнеров мяч не довел. И вот она, контратака. Гинтер пошел встречать соперника. Напугал его подкатом. Лука Модрич завершает карьеру. Но, насколько я знаю, у него просто заканчивается контракт. Снова Гинтер. Просто вытеснил соперника вместе с мячом. Ждал я забегания Мбаппе. И вот только сейчас это произошло. Мбаппе подрабатывает. Бьет в дальний. Но тащит галкипер. Если бы этот мяч залетел, это была бы просто красота. Камовинга у мяча. Пошла подача. И здесь уже пытался пробить Казимира. Но не попал в створ. Это Казимира. Его дальний удар. Мяч не попал в руку. А здесь Эрлинг Холланд навязывает борьбу. До последнего хотел отвоевать себе футбольный снаряд. Не получилось. А это Минди. Вот у него все получилось. Минди набирает скорость. Отсюда можно бить в дальний Минди. У нас сороковая минута. Асасуна пошла в атаку. Нужно постараться сдержать соперника. Не получилось. Камовинга тоже дал сделать передачу. Хакими. Молодец. Видит забегание Вальверды. Нужно забивать еще Вальверды. Забивает второй. Дубль. Вальверды. Вторая голевая Холланда. И 2-0 концовки первого тайма. Но уже становится поспокойнее. Здесь Вальверды не оставил ни единого шанса голкиперу Асасуны. И это, ребята, 2-0 концовки первого тайма. У Асасуны пока особо ничего не получается. Того натиска, который показывала Севилья. Который показывал нам Реал Сосейдад. Пока мы не видим. Венисиус. Ой, красиво, Винни. Как же он здесь раскачал соперника. Венисиус что творит? Выкатывает под удар Вальверды. Вальверды бьет. И не попадает в створ. А это был шанс на хэт-трик. И снова Венисиус. Прокидывает себе мяч Венисиус. Залетает в штрафную. Что творит этот парень сегодня? Дайте ему забить. Нет. Камовинга. Эрлинг Холланд. Холланд удерживает мяч. Вальверде. Дальний выстрел Вальверде. Перекладина. Добивай Венисиус. Нет, не получилось. У нас 20 минут остается до конца основного времени. А Сосуна идет в атаку. Здесь здорово действует Камовинга. Разыграли на коротке. Хорошо. Снова Мбаппе видит забегание Холланда. Холланд прокидывает себе мяч. Ну же, Холланд. Удар по воротам. Это гол. Эрлинг. Холланд. Я только собрался его поменять. А он просто чуть не сломал ворота Сосуны. От души вложился Холланд. Вот здесь он очень тяжело бежал. Но бахнул. Просто не берущимся ударом. Он и Камовинга покидает поле. Выходит и Деназар. А также появляется Поль Погба. Мбаппе уходит на центр. А Венисиус перестраивается на правый фланг атаки. Это Поль Погба. Видит забегание Мбаппе. Мбаппе набирает скорость. Нужно решать удар Мбаппе в дальние. 4-0. Вот здесь уже все просто для нашей команды. Мбаппе забивает очередной мяч. Ну а Поль Погба буквально первым касанием оформляет голевую передачу в кубковой встрече. Еще один пас на Мбаппе. Прострел на Азара. И Азар не попал. Обидно. К сожалению, не дал арбитр довести нам эту атаку. Это, ребята, спокойная крупная победа. Мы выходим в полуфинал Кубка Испании. И посмотрим сейчас, какие матчи еще были сыграны. Атлетика Мадрид выиграла у Бетиса. Гранада также победила в своем матче. Барселона в своем. А это значит, что Атлетика Мадрид, Гранада, Барселона и Мадридский Реал выходят в полуфинал. Кубка Испании. У нас, друзья, сейчас игра против Асасуны. Ее мы просимулируем. А после этого мы уже сыграем в полуфинале Кубка Испании. Асасуна нас обыгрывает 2-0. Я не удивлен этому. Так что давайте приступать уже непосредственно к кубковой встрече. У нас был задел в чемпионате. И будем все решать уже в концовке сезона. Сейчас быстренько я просимулирую пресс-конференцию. И мы отправимся уже непосредственно на игру. Вот так, друзья, выглядят стартовые составы. И стоит отметить, что у Атлетика Мадрид есть уставшие два защитника. Это в плюс нам, потому как Имбопе и Венисиус очень здорово могут уходить на скорости. Так что, ребята, давайте отправляться на игру и постараемся выиграть. Все идет к тому, что финал может состояться как Эль Классико. Если у нас получится обыграть Атлетика Мадрид в полуфинале, то, я думаю, Барселона должна расправляться с Гранадой и выходить в финал. И там у них будет еще одна попытка обыграть нас. Так же, в принципе, как и сейчас, эта попытка есть у Атлетика Мадрид. Но, если мне не изменяет память, в полуфинале мы играем два матча. Так что, будет еще ответная встреча. И нужно постараться не оплошать, ребята. Мы в прошлом сезоне уже допустили ошибку. Я честно удивлюсь, если Гранада выйдет в финал. И так же в финал выйдем мы. И мы снова будем играть с командой, которая не является супертопом чемпионата Испании. Но, я думаю, она сможет создать, как и Сельта, нам проблем. Это Эрлинг Холланд. Попробовать сразу же пробить. Бьет Холланд, не выпадает в створ. Мы должны сразу навязывать Атлетика свой футбол. Заставлять их играть быстро. И за счет этого ловить их на контратаках. Хороший пас на Мбаппе. Здесь не получился финн, но Мбаппе сохраняет мяч. Нужно бить в дальний. Тащит Яноблак. Он сразу начинает заводить своих партнеров по обороне, чтобы они не давали создавать такие моменты. Камовинга. Удар не вышел. Это Венисиус. Это Вальверде. Есть свободная зона. Бьет Вальверде. Но снова Яноблак. Обычно, когда мы так яростно начинаем проводить свои атаки, все должно закончиться рано или поздно голом. Он уже в штрафной. Передача Венисиус. И снова Облак. Да что ж такое-то. Мбаппе крутит с левой. Я уже не знаю, ребята, как ему забить. Дальний удар по воротам. Вот и ответ. И Семеона там уже тоже весь на нервах. Миндим. Классный пас на Венисиуса. Как по дуге он выдал. И можно на дальнюю сразу навешивать на Мбаппе. Ну же удар по воротам. И гол. Мбаппе. Как он выпрыгнул, ребята. Я говорил, что это скорость этих парней. Покажет красоту в этом матче. Ну и как разыграли. Начиная от паса Минди по флангу. Заканчивая невероятным прыжком Мбаппе. Мбаппе. Это посмотрите, как Гинтер действует в этих матчах. И действительно. Мы получили с вами очень неплохого защитника. Это Жао Феликс. Против него Гинтер. Феликс раскачал. Попытка удара. Мяч остается у футболистов Атлетика. И снова Гинтер. Ребята, красиво сыграно. Игра после пропущенного гола Атлетика чуть подуспокоилась. Гинтер снова вытесняет своего оппонента и штрафной. Мы задали очень хороший темп в самом начале этой встречи. Мы смогли в итоге забить на контратаке. Но стоит отдать должное Атлетике. Они не растерялись после пропущенного мяча. Они, наоборот, мне кажется, подсобрались. И стали лучше контролировать мяч, создавать моменты, подходить к нашим воротам. Черпачок на Вальверде. Снова Мбаппе. Гинтер. Это уже он в штрафной, ребята. Эрлинг Холланд. Что происходит? Где мяч? Камовинга. Тонкий пас на Мбаппе. Это 2-0. Ребята, Мбаппе просто как на пульте управления укладывает эти голы. И посмотрите, без нервов этот парень просто шикарно работает с мячом. Пока что Мбаппе мне нравится в этой части фифы просто безумно. Посмотрите, как он принял эту передачу Вальверде. Одним касанием подработал и тут же катнул в дальний. Это просто шикарно. Вот у Холланда у него, знаете, такая неповоротливость из-за габаритов. Мбаппе действует просто изумительно. За счет этого он забивает больше. Кто-то меня спрашивает, почему Холланд часто не забивает. Ну, потому что Холланд это танк. Ему надо бахнуть, как он бахнул в прошлых матчах. Атлетика в атаке. Передача пятка. А здесь снова Гинтер. И именно он не позволяет сопернику пробить. Гинтер. Классно, ребята, классно. Камовинга. Холланд. И передача на ход на Венисиуса. И снова быстрая атака. Можно подавать на дальнюю передачу. Намбаппе он не жадничает. Вальверде. Не попадает по воротам. У нас идет последняя 10 минутка. Атлетика в атаке. Выходи. Куртуа. И он справляется на выходе. Это Венисиус. Передача на Холланда. Он видит забегание Казимира. А тот видит забегание Мбаппе, ребята. Шикарный розыгрыш. Мбаппе это 3-0. Это 3-0. Это Мбаппе. И он просто неудержим. Не получается у Атлетика в очередной раз играть с нами. На быстрых атаках они уступают. И те защитники, которые сегодня оказались не в лучшей форме, просто не успевают за Мбаппе. Эрлинг Холланд. Какой пас на Камовингу. Это будет гол. Я думал, там Мбаппе. Я думал, там Мбаппе. Но нет, ребята. Там оказался Вальверде, который не смог забить. Мбаппе под аплодисменты уступает место на поле Ассенсио. Звучит финальный свисток, друзья. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Обязательно поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Мбаппе оформил свой очередной хэт-трик. С этим мы его тоже поздравляем. Ну а мы увидимся с вами уже в следующей серии. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok